Добрый вечер, в эфире телекомпания «Город» программа подробностей. 4 февраля мир отмечает день борьбы с раковыми заболеваниями. Насколько бы серьезным не оказался диагноз, это всегда трагедия, но специалисты не советуют паниковать. В наше время можно предотвратить примерно одну треть новых случаев. Об этом говорим сегодня с заведующим вторым онкологическим отделением областного клинического онкологического диспансера Николаем Веркиным. Онкологические заболевания остаются на втором месте после заболеваний сердечных сосудистых систем и, к сожалению, заболеваемость потихонечку все-таки нарастает. Есть факторы, которые мы провоцируем сами? Ну да, это нездоровый образ жизни, вредные привычки те же самые, малоподвижный образ жизни. Что еще? Ну и элементарное отсутствие культуры, наверное, больных, которые должны о себе сами заботиться. Это не ходит в диспансеризацию, не занимается профилактикой заболеваний. Это все сказывается на здоровье. А если говорить о профилактике, все-таки в данном случае все немножко сложнее, чем, например, у РВИ. Что бы Вы посоветовали? И может быть для разных категорий граждан советы разные? Злокачественные опухоли – это заболевание пожилого возраста. Пик наступает после 50 лет, хотя сейчас есть небольшая тенденция и к омоложению злокачественных опухолей. Но основная профилактика здесь, я думаю, что ничего нового не скажу. Это тоже здоровое питание, здоровый образ жизни и психо- и эмоциональные факторы, которые тоже влияют. – Вот я знаю, что у Вас есть служба психологической поддержки. Насколько удобно это для пациентов? Насколько они готовы поговорить о том, что их беспокоит? А самое главное, помогает ли им это? – Да, в диспансере у нас открыт кабинет психологической поддержки больных и их родственников. Он загрушен достаточно хорошо. Есть желающие, но информации об этом, может быть, не так много в прессе и везде. Но это большая помощь оказывается. Доктор грамотный занимается у нас, Виктория Владимировна, этой работой. И надо сказать, что обнаружение больного рака – это всегда стресс для человека. И не каждый может из-за этого ситуации выйти достойно, не опустив руки, не мобилизовав свои возможности. И поэтому иногда бывает нужна психологическая подготовка к больному обязательно. Такая служба должна быть в любом онкологическом учреждении. У нас она недавно работает, но она себя оправдала. И я думаю, что эту службу надо расширять. – Давайте попробуем успокоить немножко телезрителя. Диагноз действительно страшный. Но это не значит, что нужно сейчас, все минутно ставить на себе крест, забывать какие-то простые вещи, менять абсолютно кардинальный образ жизни. Ваш совет? – Постановка диагноза рака – это не фатально. Если вам поставили диагноз любой злокачественной опухоли, это не значит, что вы обречены. Достаточно неплохо на современном уровне медицина справляется с этим заболеванием. Проблема только в сроках обнаружения опухоли и стадии заболевания. Если вовремя найти любую локализацию опухоли, то практически можно гарантировать достаточно хорошие результаты отдаленной лечения. – Много ли молодежи среди ваших пациентов? – Не так много, слава богу, но они бывают. Бывает, что это и до 20 лет козуистика, но то, что приходят пациенты или пациентки после 30-40 лет, это уже, в принципе, стало обыденно. К сожалению, такие пациенты есть. В структуре заболеваемости у мужчин на первом месте за последний год, вот по статистике нашей, вышли опухоли мужских половых органов. На втором месте – болезни легких. Там дальше идут заболевания кожи, желудок, кишки. У женщин на первом месте в структуре заболеваемости все-таки остается рак молочной железы. Потом заболевания кожи, тела матки и так далее. – То есть вот сейчас прямо читается беспорядочный образ жизни, плохое питание, злоупотребление вредными привычками. Мы провоцируем все-таки? – Это, да, провокации в этом есть. Но еще надо сказать, что у женщин, женщина – это прежде всего мать. Ее организм предназначен для рождения детей и, в последующем, кормления ребенка грудью. К сожалению, рождаемость у нас не на высоком уровне. Женщины начинают рожать только где-то к 30 годам. Многие не кормят грудью. Это один из провоцирующих факторов развития рака молочной железы. Несмотря на то, что все-таки нет явных доказательств влияния на развитие опухоли молочной железы гормональных контрацептивов, но исключить эту возможность тоже нельзя. Частые аборты, вредные привычки, курение, алкоголь у женщин также влияют на развитие рака молочной железы. У мужчин на первое место вышла заболеваемость мужских половых органов. Это, может быть, часто в настоящее время связано, может быть, даже не столько с повышением заболеваемости этими органов, этими ракачественными опухолями, а выявляемость улучшилась. Есть достаточно сейчас много аппаратов УЗИ, биохимические показатели на выявление рака предстательной железы. Поэтому вот за счет этого, я думаю, что вышло и на первое место рак предстательной железы и мочеплавых у мужчин. Очень страшно бывает самому себе признаться, что что-то не в порядке, и тем более рассказать чужому постороннему человеку. Даже между доктором и пациентом не всегда сразу происходит доверие, а иногда не происходит и вовсе. Я думаю, не мне вам рассказывать. Ну, это, наверное, индивидуально каждый пациент решает для себя. Но задача доктора – понять больного, его ситуацию, и, наверное, сопереживание одной из главных черт врачей. – Может ли пациент рассчитывать на анонимность? – Конечно. – То есть это железно, это можно не обсуждать? – Больной при приходе к нам в диспансер, он дает подпись о согласии на его обработку статистических данных. Если он не хочет, он может этого не давать. И без его согласия доктора не имеет прав дать информацию о его заболевании ни родственникам, ни мужу, ни жене, ни детям, если пациент сам не согласен. – У нас очень много иногородних жителей. Обращаются ли они к вам? Нужны ли какие-то особые документы, разрешения, что-то еще? – Нет, если человек является жителем Российской Федерации, у него имеется полюс медицинское страхование России, он может обращаться без проблем. – И вы сами все равно заезжаете в районы, чтобы обследовать население, правильно? – Да, но диспансер онкологический наш является не только лечебным, но и организационно-методическим центром в Рязанской области. Поэтому в задачи его входит не только лечение, но и организация онкологической помощи. Поэтому все районы области являются подшефными нашим врачам, они кураторами этих районов, и один-два раза в год они обязательно выезжают туда и с проверками, и с консультациями. Так что эта работа налажена достаточно хорошо. – А если говорить о динамике, то что можно сказать? – Динамика заболеваемости, я уже сказал, что она потихонечку все-таки нарастает, но есть тенденция и положительная в том, что в плане запущенности несколько поменьше стало за этот год, за 14-й прошедший, по данным нашим статистических, где-то более 7% стала запущенность меньше, чем в 2013 году. Это радует вот эта ситуация. Но в то же время заболеваемость растет, и положительный момент – то, что чаще все-таки стали приходить больные с ранними раками в стадии заболевания. – Хватает ли оборудования, медицинских препаратов для того, чтобы все было грамотно и вовремя? – Ну, оборудования достаточно. У нас достаточно хорошо оснащен диспансер. У нас ведь создано еще и по области 5 диагностических центров межрайонных, которые должны заниматься диагностикой не только заболеваний онкологические, но и другой патологии. Вот, они оснащены. А в диспансере имеется достаточно хорошая аппаратура для лечения и диагностики на современном уровне. – А если говорить о перспективах, о развитии, то каким вы видите его? – Наверное, эта проблема сейчас связана не только с онкологией. Недостаточно все-таки материального, наверное, какого-то снабжения остается. Это не проблема всей нашей, наверное, страны. Есть перебой там и с препаратами, и с местами на госпитализацию, но это проблема все решаемая. Это тут и организационные вопросы, и финансирование. Я думаю, что это не главное в этой ситуации. Главное, наверное, чтобы пациенты или люди здоровые шли на диспансеризацию, думали о своем здоровье, и чем раньше мы выявили заболевание, тем легче его будет вылечить. – Вы какие-то регионы можете привести в пример? – Мы не будем брать там Москву-Петербург, который занимается, хотя там заболеваемость тоже достаточно высокая и не ранней стадии. Там, где это налажено хорошо диспансеризация, это в областях, я думаю, что вот по статистике это Нижний Новгород, вот Казань, вот там, где достаточно это хорошо, там выявляемся хорошее. Мы находимся где-то в серединке. Запущенность у нас чуть пониже, чем в Центральном федеральном округе, но где-то мы в середниках. – На какие признаки Вы советуете обратить внимание? – При малейшем недомогании, появлении каких-то неблагоприятных симптомов, надо обязательно обратиться к участковому врачу. Участковый врач, доктора грамотные достаточно в наших поликлиниках, они разберутся и направят на обследование. Не забывайте, что есть служба медицинская у нас в стране, которая нужна для того, чтобы отберегать здоровье населения. – Спасибо за эти 10 минут. Я напоминаю, что это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова